МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бесплатная дорога отныне будет действовать только по России. Расскажем почему. Опасная смесь. На дорогах на Ринмара начали использовать химреагенты. В профильном департаменте уверяют, что были не в курсе. Местные водители тем временем уже бьют тревогу. Об этом и не только. Смотрите в ближайшие 20 минут. Здравствуйте. Подводим итоги четверга. В студии Олег Итанзейский. Мы начинаем. Никакой межрегиональной конкуренции, только дружба. Ненинский округ и Псковская область впервые заключили соглашение о сотрудничестве сроком на 5 лет. Подписи в документах главы двух субъектов поставили сегодня в рамках инвестиционного форума, который в эти дни проходит в Сочи. Соглашение подразумевает сотрудничество сразу в нескольких направлениях. Стороны, в частности, намерены развивать взаимодействие в области предпринимательства и туризма, межрегиональных авиаперевозок, молодежной политики и образования. На самом деле, плод уже наших почти годичных переговоров с Псковской областью. Приятно, что соглашение, как мы, собственно, и планировали, не осталось рамочным, а уже сопровождается конкретным планом мероприятий, которые мы будем совместно реализовывать. Это мероприятие и в сфере туризма, и в сфере гуманитарного сотрудничества, и экономического сотрудничества, и в сфере транспорта, авиации, логистики. Много направлений, в которых мы можем быть взаимовыгодны и интересны друг для друга. Я думаю, что межрегиональная кооперация – это будущее региональной экономики. И мне приятно, что мы с коллегами находим в этом смысле общий язык и готовы двигаться друг на друга, не испытывая излишней, никому не нужной межрегиональной конкуренции. Я тоже с большим удовольствием сегодня подписал соглашение. У нас с Александром Витальевичем складываются очень хорошие личные отношения, и, надеюсь, они спроецируются на взаимоотношения между нашими регионами. Александр Витальевич сказал уже направления перспективные для нашего совместного сотрудничества. Также мы обсуждали вопросы взаимодействия в сфере жилищного строительства. Ну и, конечно, мы основной акцент делаем на развитие туризма и развитие наших авиакомпаний. Думаю, что мы в ближайшей перспективе сможем поделиться нашими совместными планами в этом направлении. Между тем, сегодня же губернатор Нинецкого округа подписал еще одно важное соглашение, на этот раз с руководителем образовательного фонда «Талант и успех». Таким образом, в заполярном субъекте может появиться региональный центр выявления и поддержки одаренных детей. Кроме того, специалисты фонда будут содействовать проведению мониторинговых исследований, способствующих формированию образовательной политики Нинецкого округа. Особое внимание в рамках совместной деятельности стороны уделят повышению квалификации и профессиональной переподготовке педагогических и управленческих кадров для работы с одаренными детьми. Для нас, правда, это сегодня важное подписание. Мы относимся к нему крайне неформально. У нас в Нинецком автономном округе есть довольно большое количество действительно одаренных и талантливых детей. И с учетом специфики нашего округа, с учетом его отдаленности, труднодоступности, у них, конечно, намного меньше шансов, чем из детей из больших мегаполисов, реализовать те возможности, которые им дарованы Богом. У нас сегодня 268 юных жителей округа находятся в банке данных талантливых людей. Это действительно не только талантливые, но и высокомотивированные дети. Из них порядка 195, если быть точным, это жители сельских территорий, у которых, конечно, возможно, те самородки, которые там живут, должны иметь возможность для самореализации. И нам очень хотелось, чтобы подписанное сегодня соглашение действительно стало для нашего округа, для наших одаренных талантливых ребят такой стартовой площадкой для возможности реализовать себя и состояться в жизни. Мы для этого будем делать все возможное и сделаем все, чтобы это соглашение не осталось на бумаге, а действительно было началом практической реализации нашего взаимодействия. Добавлю, всего же в рамках российского инвестфорума, который проходит в Сочи, губернатор Нейнского округа Александр Цибульский подпишет 7 различных соглашений. Другим новостям. Депутаты регионального собрания сегодня внесли поправки в окружной бюджет на три ближайших года. В 2019-м доходы увеличатся почти на 350 миллионов рублей, расходы на 1 миллиард. Вопрос о корректировке казны был рассмотрен на очередной сессии местного парламента. Там всего же на повестке дня более 20 вопросов. О самых важных в следующем материале. За личный вклад и многолетний добросовестный труд. Первая в этом году сессия депутатов начинается с чевствования заслуженных жителей округа. После торжественной ноты к вопросам по повестке дня. Среди наиболее важных внесение поправок в закон об окружном бюджете, который был утвержден народными избранниками на предыдущем заседании. Как пояснила Татьяна Лагвиненко, необходимость изменения обусловлена включением осигнований с федерального бюджета и расходами на субсидии выполнения национальных проектов. Общая сумма финансирования последних обозначена в 1 миллиард 535 миллионов рублей. Параметры окружного бюджета увеличиваются в 2019 году по доходам на 334,2 миллиона рублей и составят 18 миллиардов 194 миллиона рублей. По расходам увеличиваются на 1 миллиард 155 миллионов рублей и составят 20 миллиардов 699 миллионов рублей. Параметры плановых периодов также изменяются. Доходы в 2020 году увеличиваются на 188 миллионов и составят 17,3 миллиарда рублей. В 2021 году увеличиваются на 120 миллионов и составят 15,5 миллиарда рублей. По расходам в 2020 году увеличиваются на 210 миллионов рублей и составят 18,9 миллиарда рублей. И в 2021 году на 144 миллиона рублей составят 17,7 миллиарда рублей. Дефицит окружного бюджета в этом году увеличился до 2,5 миллиардов рублей. Поправки прокомментировали депутаты. Наталья Кордакова пояснила, что практически по всем профильным департаментам увеличена расходная часть бюджета сельских поселений. Две пожарных машины предусмотрены в ОМУ и в Каратайку. Причем в Каратайке давным-давно уже люди просели, и глава муниципального образования не раз говорили об этом. В соответствии с нацпроектами у нас будет ремонт 8 сельских ДК. 250 миллионов заложено на департамент здравоохранения, соцзащиты. Будет производиться ремонт, в том числе зданий амбулатории в Каратайке и больницы в Оксино. Еще один важный проект касаемый сельчан. Депутатами принят закон о возвращении полномочий в Заполярный район по участию в сборе и транспортировке твердых бытовых отходов. И с 2015 года у нас на территориях сельских поселений ни необходимой инфраструктуры, ни работы по обращению с отходами производства и потребления налажена, работа такая не была. Сегодня мы говорим о том, что органы местного управления Заполярного района по 89-му федеральному закону, они обязаны будут создать на территории сельских поселений места первоначального сбора отходов, это так называемые контейнерные площадки. Ну и с 2021 года дальнейшее это транспортирование, утилизация, либо размещение, и в дальнейшем транспортировка уже на другие полигоны, этим будет заниматься региональный оператор. О необходимости тесного взаимодействия депутатского корпуса с людьми на местах говорил сегодня и председатель собрания депутатов. Александр Лутовинов поставил задачу перед коллегами – уделять особое внимание обращениям граждан и проведению личных встреч, в том числе и за пределами города и посёлка Искателей. Надо максимально объять все муниципальные образования, для того, чтобы мы могли встречаться с жителями отдалённых муниципальных образований, потому что жители по-настоящему ждут от их встреч, практика это показывает. Я полагаю, что когда мы подпитываемся живым общением, мы анализируем те проблемы, которые волнуют людей на местах, это позволяет нам правильно выстраивать, ещё раз говорю, приоритеты в нашей последующей деятельности, в нашей последующей работе. Также на сессии рассмотрены обращения окружных депутатов в правительство Российской Федерации. Комментирую, один из проектов Матрич Упров подчеркнул, что важно поддержать местных предпринимателей, которые работают в сложных условиях Заполярья. Стаж их работы индивидуальными предпринимателями учитывался при расчёте надбавок климатических, которые они смогут получать, в случае, если это наше обращение будет поддержано, когда будут работать по трудовым договорам. На сегодняшний день этот стаж не учитывается, и люди, которые устраиваются по трудовым договорам, они начинают заново зарабатывать климатические надбавки. Что касается законопроектов по линии Департамента здравоохранения, труда и соцзащиты, они будут доработаны на заседаниях профильных комиссий Собрания депутатов. Катерина Ворончихина, Игорь Тарасевич, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Важная новость для госслужащих и работников бюджетной сферы. Верховный суд России признал недействительными отдельные пункты официального положения о компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно утвержденного администрацией Ненецкого округа ещё в 2009 году. Речь идёт о так называемой «бесплатной дороге». Это значит, что теперь представители местной власти и сотрудники всех бюджетных организаций не смогут отдохнуть за границей за счёт региональной казны. Оплатят лишь поездку в пределах Российской Федерации. О новом порядке компенсации расходов на отпуск рассказали в прокуратуре. Статьёй 315 Трудового кодекса Российской Федерации установлено, что лица указанной категории имеют право на оплату один раз в два года за счёт средств работодателя стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно исключительно в пределах территории Российской Федерации. При этом органам власти субъектов Российской Федерации предоставлено право устанавливать размер, условия и порядок компенсации таких расходов, но без изменения содержания соответствующей гарантии. В этой связи определением Верховного суда Российской Федерации признаны несоответствующими федеральному законодательству пункты 2 и 6 положения о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, утверждённого постановлением администрации округа от 16 февраля 2009 года номер 16-П, в части, предусматривающей возможность компенсации расходов на отпуск, проведённый вне предела в Российской Федерации. Теперь администрации Ненинского округа необходимо разработать отдельный проект постановления о внесении изменений в положение от 2009 года о компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно. Ну а что касается судебного решения, то оно вступило в силу с 23 января. То, чего так боялись автолюбители окружной столицы, всё-таки случилось на дорогах Наринмара, появились химриагенты. Речь идёт об участке федеральной трассы А-381, это город-эропорт. Выяснилось, что в шоке не только местные водители, но и представители региональной власти. Почему, знает мой коллега Иван Кутенников. Химриагенты на федеральном участке дороги от улицы Первомайские до аэропорта посыпали ещё в конце прошлой недели. Местных автолюбителей такая инициатива, мягко говоря, неприятно удивила. Более того, в недоумение пришли специалисты окружного профильного департамента. Так, по словам заместителя губернатора Ненецкого округа, курирующего деятельность регионального департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта, подрядчик применил химриагенты без какого-либо согласования. Александр Лидер дал понять, что округ против такой технологии. Безусловно, конечно, колейность – это самая такая, скажем, главная причина, почему применяется реагент. В принципе, это мировая технология, применяется во многих странах и во многих мегаполисах, но никому не давал права применять это в нашем регионе. Участок от улицы Первомайской до аэропорта находится на балансе Росавтодора. Федеральное казённое учреждение управдор Прикамья – заказчик объекта. В прошлом году они провели аукцион на пятилетнее содержание дороги. Его выиграла компания «Карьер» из республики Коми. Комментируя ситуацию, там заявили. Посыпка химреагентами проводится в рамках государственного контракта. Технология, в первую очередь, применяется для борьбы с колейностью. Всё время в ПГМ, всегда песком сыпали. Но это песок именно или это всё-таки соль? Там небольшую полуконцентрацию делали для эксперимента, но что-то то ли получается, то ли не получается. Копить всё равно надо чем-то. У него идёт 30 минут, 30 минут и час. Он должен слежаться и потом уборка. Ну там так как слой очень большой, он всё это не растопит. Это надо уже растапливать больше. Получается, подрядчик, по сути, признаёт низкую эффективность применяемой технологии. Правда, по словам Андрея Ушакова, других альтернативных вариантов нет. На вопрос о том, будут ли дорожники и дальше посыпать участок химреагентами, точного ответа не последовало. Зато в профильном департаменте уверенно заявляют, что применять технологии в окружной столице не планируется. Это даже не заложено в госзадании. Да и хранихим реагенты просто негде. Вы знаете, первое, что когда я пришёл, я задал вопрос в прошлом году, а почему не применять всё реагенты. Мне объяснили всё очень подробно, почему не применяются и почему здесь не планируется применять. Поэтому мы, скажем так, что если бы этот вопрос даже вставал когда-то на повестку дня, то он, безусловно, получил бы самое широкое обсуждение в общественности, чтобы получить обратную связь. Но я так понимаю, что это уже было, и у нас есть чёткое понимание о том, как настроено население в этом вопросе. А население настроено крайне негативно. Местные автолюбители в один голос твердят, от химреагентов только вред и никакой пользы. Машина страдает от этого. Ну, не знаю, насколько сильно. Это ещё второй раз, как бы, те годы, когда ты посыпалась, ну, как бы, она сильно не почувствовала. Но если будет постоянно посыпать, то, конечно, загниёт так же, как и в России. То есть не стоит так делать. Ну, объясняю тем, что убрать эти бугры, да? Да, ну, с коленей собрать, да. Вообще, просто надо вовремя убирать и так-то, и всё, мне кажется. Ну, у нас есть же спецтехника, пускай наезд работает, вовремя выезжает. Я не знаю, вот в том же Ахангельске я был давненько, вот там вот выезжает, просто работает в ночь, ночную смену. Почему у нас этого не делают, я не понимаю. Это всё можно делать сразу и заранее. Чем закончится такой конфликт интересов, пока не ясно. Впрочем, в профильном департаменте уже заверили, что проведут специальное расследование. О ситуации проинформирован и глава региона. По результатам проверки обязательно будут приняты необходимые меры. Как сообщил Александр Лидер, не исключено, что дело дойдёт и до прокуратуры. Иван Кутенников, Игорь Тарасевич, Телеканал Север. Другим темом стали известны объекты благоустройства Наринмара, за которые в ближайшее время проголосуют жители окружной столицы. Горожанам будет представлено для выбора шесть общественных территорий, пишет информагентство НАУ-24. Как сообщили в пресс-службе мэрии, процедура по отбору пространств для благоустройства начнётся уже в эту пятницу, 15 февраля. На днях в администрации Наринмара утвердили шесть территорий города, которые пройдут через рейтинговое голосование в текущем году. Это детский игровой городок на пересечении улиц Ненецкая и Смедовича, около детского сада Семицветик, сквер в районе Средний и Школа номер 5. Общественная территория в районе дома номер 6 по улице Ленина, спортивная площадка по переулку Рождественские, 16. А также две спортивные игровые площадки в районе Комсомольской и на перекрёстке улиц Меньшкова и 60 лет СССР. Рейтинговое голосование будет проходить в течение недели с 15 по 21 февраля. Отдать свой голос горожане могут в заочной форме в системе «Народный контроль», а также через открытую группу «Город Наринмар» в социальности ВКонтакте. Территории, набравшие наибольшее количество голосов, будут благоустраиваться в первую очередь. Напомню, ранее в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» был организован сбор предложений по территориям, которые необходимо благоустроить в 2019 и 2020 годах. Всего в мэрию тогда поступило 8 заявок. Добавлю, Наринмар уже третий год участвует в федеральной программе. За это время в городе были благоустроены 5 общественных территорий и 2 дворовые. В Наринмаре готовятся к проведению очередного двухдневного съезда коренных народов Севера Неницкого округа. В этом году он состоится 21 и 22 марта. Организаторы заявили, участие в Конгрессе планируют принять 52 человека из 29 населенных пунктов региона. На площадке съезда делегаты обсудят с представителями исполнительной и законодательной власти такие вопросы, как развитие традиционной хозяйственной деятельности, улучшение системы жизнеобеспечения и социально-бытовых условий в местах традиционного проживания, повышение качества здравоохранения, образования, сохранения и развития деницкого языка и культуры. Как сообщает в Департаменте внутренней политики Неницкого округа, обсуждение поставленных вопросов должно, цитирую, способствовать созданию условий для устойчивого развития коренных народов Севера, а также реализации их прав на и сохранение развития традиционного образа жизни в современных условиях. Между тем, в рамках съезда состоится отчетно-выборное собрание регионального общественного движения Ассоциация Неницкого народа ЕСАВЭЙ. Кроме того, участников ждет насыщенная культурная программа, в том числе участие в спортивных соревнованиях «Семенхэтмерета» в гонках на оленях-упряжках. На этом все. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. Всего хорошего и до встречи в эфире. Продолжение следует...